Теперь поговорим о пакрафтах. Самый дешевый, самый простой пакрафт это Крахаль. Собственно это даже не пакрафт, это просто маленькая надувная лодочка классических форм, зато легенькая и надежная. Основной серией пакрафтов является Спутник. Характерные формы с поднятой полной такой кормой, совершенно универсальные пакрафты могут делаться в разных длинах. В оснащении с деками они могут использоваться в качестве пакрафтов для бурной воды, а в рыболовном оснащении они уже называются фиш-пакрафты. Что такое классические фиш-пакрафты? Это те же самые спутники, сделанные в тех или иных размерах, только с рыболовным обвесом. Прежде всего со спиннингодержателями. Самым известным является танк. Он длиннее обычного спутника на 25 см, имеет уключенный для гребли парными веслами, большое количество спиннингодержателей и всяких дополнительных элементов. Спортпак. Это уже форма немного отличающаяся от спутника. Спортпак имеет несколько иную форму корпуса, предназначенную для высокоэффективного маневрирования в бурной воде. Но спортпак ставится дека с юбкой, поэтому в бурной воде пакрафт не будет заливаться. Для бурной воды совсем недавно был выпущен и произвел просто фурор среди бурноводников самоотливной опендечный пакрафт-волнобой. Форма корпуса волнобоя отличается как от спутника, так и от спортпака. А главная изюминка заключается в надувном днище. А главная изюминка заключается в надувном днище с центральным самоотливом. Этот самоотлив сверхвысокоэффективен. Даже если в лодку сразу поступит несколько сотен литров воды, эта вода моментально с шумом сольется из лодки. Для бурной воды это сейчас пакрафт номер один. Пакрафт Аврора. Интересная концепция скоростного пакрафта, который фактически представляет из себя каяк, но сделанный из материалов пакрафта и по канонам пакрафтостроения. Лодка весом 3,5-4 килограмма. Специальный вариант лодки для тех, кого не устраивают скоростные данные классических таких пухленьких коротеньких пакрафтов. Аврора она быстрее. Кроме того, она имеет центральную посадку и можно перевозить вещи за сиденьем сзади. Дальнейшее развитие пакрафта Аврора это большой рыболовный пакрафт Big Fish Pack. Уникальная лодка. Я как рыболов считаю его сейчас самым лучшим рыболовным пакрафтом. И вот почему. Большой диаметр баллонов 35 сантиметров. Лодки из тонкой ткани ТПУ эксплуатируются при достаточно низком давлении до 0,15 атмосфер. Если взять баллон с диаметром 30 сантиметров и организовать центральную посадку, как в классических каяках, то при небольших диаметрах, 30 и менее сантиметров, эту лодку нужно будет или использовать под более высоким давлением, или под меньшей загрузкой. Иначе ее по центру будет немножечко подламывать. Но если мы берем диаметр баллона 35 сантиметров, то этого эффекта подлома уже не будет. В итоге Big Fish Pack получился здоровенным, при этом достаточно легким, в районе 5 килограммов. Очень скоростным, потому что длина бежит, как говорится. Очень мореходным. Такой баллон практически не залить любой волной. Несмотря на то, что лодка именуется по крафтам, на самом деле это полноценный каяк. Особенно двухместная версия длиной 440 сантиметров. При всем этом двойка, которая длиной 440, весит всего 7 килограммов в полной-полной обвязке вместе с сиденьями. Отдельно хочется сказать о такой разновидности спутника, как спутник Изи. Он отличается от базового спутника методом вклеивания днища. Если в базовом спутнике днище практически полностью охватывает низ баллонов, защищая их от любых повреждений, то в спутнике Изи днище вклеивается практически по самой минимальной линии. И при этом низ баллонов остается незащищенным. Для тонкой ткани ТПУ совершенно не критична нагрузка на истирание. Она прекрасно держит такую нагрузку. Но если будет что-то острое, какие-то металлические предметы или стекло, то ткань ТПУ довольно легко разрезается со всеми вытекающими последствиями. В спутниках проклейка днища поверх баллонов, она защищает в какой-то мере от подобных повреждений об острые предметы. Зато спутник Изи очень-очень легкий. Самый его легкий вариант весит меньше 2 кг. Поэтому если вам нужен походно-рюкзачный вариант для переправ, для каких-то небольших сплавов, где нет риска проткнуть лодку чем-то острым снизу, тогда вариант спутник Изи это то, что вам надо. Он очень-очень легкий. Ну и совершенно специализированная модель для велопутешественников это велопак. Это здоровенная лодка, сделанная на базе Бигфишпака, у которой задняя часть лодки, кормовая, сделана так, чтобы можно было перевозить там велосипед в собранном состоянии целиком. 2 метра лодки отдано под велосипед. Весь смысл в том, что велосипед своим колесом заезжает между вот этих кормовых оконечностей. Там нет завершающих закруглений, как в других каяках или пакрафтах. Подвожу опять промежуточный итог по пакрафтам. Если вам нужен универсальный пакрафт без какой-либо узкой специализации, то это спутник. Он может быть и одноместным, и двухместным, и с декой, и без деки. Из тканей разной плотности. В общем, выбирать вам. Если вы хотите сверхлегкую рыболовную лодку, то тут можно выбирать или фишпакрафт все в одном. Это вообще целый полный комплект на базе обычного маленького спутника, но зато полностью обвешанного всем-всем рыболовным. И в комплекте там даже спас-жилет дается, и якорь дается, и весло дается. Все, что нужно для рыбалки. Все в одной сумке. Взяли, пошли на рыбалку вместе с этой сумкой. Если хочется пакрафт под распашные весла, и чтобы на нем все было, то это фишпакрафт танк или фишпакрафт танк лайт. Разница между ними только в том, что фишпакрафт танк сделан из ткани ПВХ более толстый, а фишпакрафт танк лайт сделан из ткани ТПУ. А вот для больших людей типа меня, или просто для такой комфортабельной рыбалки, это, конечно, бигфишпак. Огромный пакрафт, вместительный, можно разместить много шмурдяка, много рыбы туда. При этом его невозможно перевернуть, он исключительно мореходный. Примерно 6 килограмм в полном оснащении в одноместном варианте и 7-7,5 килограммов в полном оснащении в двухместном варианте. Это даже не пакрафты, это полноценные каяки, просто сделаны по пакрафтовой технологии, из-за этого они очень-очень легкие. Ну и, конечно, я не могу не сказать про такой класс плавсредств, как рафты. Правда, я не особый специалист в рафтах. Главным специалистом по рафтам у нас является основатель компании Сергей Петров. Он и разработал все рафты, он является и спортсменом-рафтером, он является мастером спорта, чемпионом мира по рафтингу, поэтому знает о рафтах все. Впрочем, это такие лодки, о которых заказчики практически сами все знают, что от лодок получают. Я, пожалуй, просто скажу, что рафты тайм-триала по факту являются самыми лучшими рафтами в России. Классические рафты, рафты для коммерческого сплава, спортивные рафты, моторные рафты. Отдельно лишь скажу про моторный рафт, в разработке которого я непосредственное участие принял. Это моторафт Волнотрон. Фактически, это моторная лодка с надувным днищем низкого давления. Транец вставлен внутрь кокпита 16-футового рафта, а сверху сделана еще надувная арка. Эта лодка создана для того, чтобы использовать ее в самых жутких условиях. В качестве спасательной бурноводной лодки, в качестве экспедиционной лодки. И как раз эта арка создана для того, чтобы при перевороте лодки в сложных водных условиях мотор не оказался под водой. Переворачиваем лодку обратно, заводим мотор, идем дальше. Мотор не пострадает. Коротенький блиц по самым частым вопросам, которые мне задают клиенты. Равнинные реки. Семейная байдарка для простых сплавов. Что лучше, варвар или вега? Вега. Более вместительная, более красивая, более удобная, более скоростная. То же самое, но если присутствуют участки с бурной воды. Пороги, шверы. Вега или варвар? Встречный вопрос клиенту. Вам эти пороги нужны, чтобы в них специально для удовольствия походить или просто пройти на вылет и не заметить? Если пройти на вылет, то опять же вега пройдет и не заметит. А вот если хочется получить удовольствие от маневрирования в бурных потоках, тогда варвар. Вопрос. Байтбот. Диаметр баллона выбрать 33 или 40? Если мы хотим грести по байдарочному, то тогда 33. С 40 сантиметрами уже не погрести. Если мы хотим в основном ходить под мотором, да по открытым пространствам, тогда 40 диаметр. Вопрос. Если мы хотим ходить по открытым пространствам с волной, но хочется еще и байдарочным веслом грести, тогда 33 баллон с фальшбортиком. Покрафт для рыбалки. Танклайт или Бигфишпак? Не напрягают лишние 1,5-2 кг веса, тогда Бигфишпак. Он быстрее, вместительнее мореходни. Напрягает? Танклайт. Вопрос. Самурай или вега? Если вам прежде всего ценен внешний вид, то тогда самурай. Но по совокупности эксплуатационных и ходовых характеристик лучше вега. Рыболовный каяк. Фишкаяк, фишкаяк про или эво? Что выбрать? Однозначно эво. Он взял самое лучшее от фишкаяка и фишкаяка про и лишен недостатков тех лодок. Аргон или экшен? Аргон для спокойной воды, экшен для бурной воды. Спортпак или волнобой? Волнобой. Если вам нравится концепция с закрытой декой, тогда спортпак. Если нравится с открытой, но с высокоэффективным самоотливом, то волнобой. Вопрос. Щукарь или аргон? Щукарь имеет более скоростной корпус. Аргон чуть-чуть медленнее, но имеет больший объем кокпита и сделан методом сварки. Экшен или ватерфлай? Ватерфлай имеет лучшую схожесть на волну и лучшую остойчивость. Экшен имеет сварной корпус, большую жесткость и более эффективный самоотлив. Вопрос. Байтбот со встроенным трансом или какая-либо байдарка с боковым трансом? Если вы планируете большую часть времени перемещаться под мотором, тогда лучше выбирать трансовую байдарку, то бишь байтбот. Если вы планируете использовать мотор от случая к случаю, тогда один из неплохих вариантов это оснащение обычной байдарки боковым трансом. Но на боковой транс не повесить тяжелые и мощные моторы. Вопрос. Заказывать или не заказывать опцию усиленного днища? Зависит от условий применения. Если вы не планируете лодку перетаскивать волоком по земле и вообще будете относиться к ней бережно, то более чем достаточно стандартного исполнения. Вопрос. ТПУ или ПВХ? Что прочнее? Если взять в одинаковой толщине, то ТПУ однозначно прочнее по всем-всем-всем критериям. У нас в основном используется тоненькая ТПУ. Поэтому сравнивать ее с толстой ПВХ тканью немножечко некорректно. Тонкая ТПУ, однако, имеет гораздо большую сопротивляемость к истиранию, к абразивному. Но она легко раздирается, если мы его проткнули и продрали. Это просто потому, что там используются более тонкие кордовые нити. Самым лучшим вариантом является использование в лодке как ТПУ, так и ПВХ материалов. Вопрос. Какие клапаны выбрать на лодку? Если это Пакрафт, сделанный из ТПУ, то лучше всего на него установить лепестковые клапаны, чтобы накачивать лодку с помощью мешка насоса или маленьких китайских турбинок. Накачать же с помощью этих устройств через клапан Голубева, через тарелчатый, будет весьма проблематично. Но если у вас лодка из ПВХ, то используйте стандартные клапаны Голубева, которые можно накачать традиционными тяжелыми насосами. Я надеюсь, что сегодняшним большим рассказом я помог вам сделать правильный выбор наиболее подходящей вам лодке. Если вы хотите получить ответы на какие-то иные вопросы, пишите в комментарии, и я постараюсь на них ответить. С вами был Андрей Санат. Всем пока!